Приветствую всех постоянных и новых зрителей канала компании Альтфлора. А сегодня расскажу о одном из лучших, если не лучшем, препарате от белокрылки под названием Тепики. Ну или Тепеки. Ударение не очень понятно куда ставить. Производится и поставляется в Россию Тепики бельгийской компании BioSciences Europe в пластиковом флаконе массой 500 грамм исключительно для сельского хозяйства, для использования в личных подсобных хозяйствах этот препарат не допущен. Однако, ввиду его большой популярности у садоводов, многие фасуют его кустарно и продают в небольших упаковках, которые можно приобрести через интернет или в специализированных магазинах. Чаще всего в таких магазинах встречается препарат Тепики профи от компании Биотехнологии в пластиковых тубах на 2 грамма или на 40 грамм. Выпускается он в форме водно-диспергируемых гранул, действующее вещество флоникомид 500 грамм на килограмм из класса фиридинкарбоксамидов. Прямых аналогов у него нет, но в продаже для сельского хозяйства встречается такой препарат как Пленум. Он тоже помогает от белокрылки, и там содержится действующее вещество, другое, но из того же химического класса. Препарат Тепики – это системно-трансламинарный инсектицид с антифидинговым эффектом. Это означает, что после опрыскивания он быстро распространяется по всем частям растения, сок растения становится ядовитым, и когда попадает в процессе питания в организм вредителя, быстро и навсегда блокирует питание этого вредителя. В итоге вредители погибают от голода в течение пяти дней. Это очень важно, потому что многие ждут какого-то моментального эффекта от Тепики, но нужно понимать, что гибель происходит не сразу, а в течение пяти дней именно от голода. Достоинств у Тепики масса. Прежде всего, это его высокая эффективность. Особенно он ценен в борьбе со скрытно живущими вредителями. Он помогает не только от белокрылки, но и в борьбе с различными видами тли, мучнистыми червецами, трипсами, щитовками, листобложками, цикадками, кокцидами на любых культурах, как в открытом грунте, так и в теплицах, оранжереях и на комнатных растениях. Тепики действуют достаточно быстро, навсегда блокируют питание насекомых и обеспечивают достаточно длительный защитный эффект до 30 дней. Препарат малоопасен для животных и человека, птиц, полезных насекомых и пчел. При правильном использовании соблюдения инструкции он безопасен для растений и не вызывает резистентности у вредителей. Эффективно работают тепики в диапазоне температур от плюс 5 до плюс 28 градусов. Тепики прекрасно подходят для составления различных баковых смесей и у него очень низкие нормы расхода. Недостатков у тепики не так много, но они весьма существенны и их нужно учитывать. Первый недостаток заключается в том, что тепики надолго задерживаются в растениях. Поэтому последнюю обработку рекомендуется проводить за 55 дней до сбора урожая. Это означает, что овощные культуры тепики можно обработать только на стадии рассады, а плодовые только весной. Если же вредители будут проявляться на более поздних стадиях, придется использовать другие препараты. Второй недостаток заключается в том, что средство помогает только от сосущих вредителей. Всех остальных вредителей придется уничтожать другими инсектицидами. К сожалению, против яиц белокрылки тепики неэффективен, поэтому придется проводить несколько обработок, чтобы дождаться, когда из яиц появятся все поколения вредителя. Ну и наконец, то, что для садоводов тепики продается только в кустарной мелкой фасовке, увеличивает риск того, что вы можете приобрести испорченный, некачественный, просроченный препарат. Пройдемся по регламенту использования тепики. Официальный регламент предполагает опрыскивать этим препаратом от вредителей яблоню и некие другие культуры 1-3 раза в год, начиная со стадии зеленого конуса, затем через 1-2 недели и уже после сбора урожая. Рабочий раствор готовится из расчета 1-1,6 грамм на 10 литров воды, расходуя при этом 9-15 литров рабочего раствора на сотку. Если же обратиться к иностранному регламенту и опыту использования садоводами, то тепики подходят для обработки от белокрылки декоративных, цветочных, оранжерейных, комнатных растений и овощных тепличных культур в концентрации примерно 2 грамма на 10 литров. Для борьбы с трипсами концентрацию увеличивают до 3-5 грамм на 10 литров воды, а для опрыскивания от вредителей картофеля до 3-7 грамм на 10 литров воды. Срок годности тепики составляет 3 года, хранить можно при температуре от минус 15 до плюс 35 градусов. Выводы. Тепики, пожалуй, лучшее средство для борьбы с белокрылкой и другими сосущими вредителями на различных культурах. Которая отличается хорошими показателями по безопасности, высокой эффективностью и очень рекордно, я бы сказал, продолжительным периодом защитного действия. Общую картину портит только наличие исключительно кустарной мелкой фасовки, довольно высокая цена и невозможность использования препарата на поздних стадиях. Таким образом, если для вас актуальна проблема белокрылки, то я однозначно рекомендую не пожалеть средства, найти этот препарат и купить его для своей садовой аптечки. С прочими же вредителями можно бороться гораздо более доступными и недорогими популярными средствами. На этом сегодня всё. Ждём от вас обратной связи и оценок нашей работы. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok